МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите РХС-24 в эфире программа «Ваше право». С вами я, ее ведущий Хаджи Байрамуков. Сегодня у нас в гостях Светлана Байрамукова, адвокат. И первый вопрос. Какие виды споров рассматривает арбитражный суд? Добрый день, Хаджи. Арбитражный суд, согласно главе 4-го арбитражного процессуального кодекса, рассматривает экономические споры. Экономические споры, надо отметить, что между юридическими лицами, зарегистрированными в установленном законном порядке, индивидуальными предпринимателями. В других иных случаях участниками могут быть муниципальные органы, государственные органы и федеральные органы. Как подать исковое заявление в арбитражный суд Карачаева-Черкесской республики? Этих способов существует несколько. Первый из них, известный всем, это на бумажном носителе, с приложением всех соответствующих документов, являющихся доказательствами по делу. Следующее – это путем размещения на сайте арбитражного суда информации через обратную форму связи. И следующее – через систему «Мой арбитр». Через систему «Мой арбитр» может войти либо представитель организации, либо руководитель организации через личный кабинет на сайте государственных услуг. И таким образом подача заявления электронно в арбитражный суд подается. Есть ли какие-то принципиальные разницы между первым и вторым способом? Принципиальной разницы нет. Разница лишь в том, что в случае нахождения представителя юридического лица не на территории Карачаева-Черкесской республики, либо в силу невозможности лично сдать заявление, то очень удобный способ электронно подать заявление в суд. Расскажите, пожалуйста, что делать, если передумал подавать заявление, но уже госпошлина оплачена? В случае, если лицо, подавшее заявление, передумало, то в установленном законном порядке по запросу гражданина арбитражный суд Карачаева-Черкесской республики либо другого округа выдает справку о том, что заявление не подано. Таким образом, в самостоятельном порядке лицо, сдавшее заявление, возвращает государственную пошлину через налоговую инспекцию. И заявление считается неподанным, и государственные пошлины в этом отношении тогда не использованы. Расскажите, пожалуйста, как рассчитать и оплатить госпошлину? Рассчитывать можно двумя способами. Один – это самостоятельно рассчитать. Учитывать нужно, что дела подведомственные арбитражному суду – это большую часть имущественные дела, и сумма государственной пошлины будет составлять процентное соотношение между суммой иска и самим процентом. Но сумма государственной пошлины не может превышать 200 тысяч рублей. Наиболее легкий способ рассчитать государственную пошлину является калькулятор госпошлины, который размещен на самом сайте арбитражного суда Карачаева Черкесской Республики. Также имеется данный калькулятор в любых судах общей юрисдикции Российской Федерации. Таким образом, заполняя форму, можно рассчитать через калькулятор, какова сумма государственной пошлины. Указывать имущественный – это спор, либо неимущественный. Для чего указывается? Есть какая-то разница при подсчете? Безусловно, разница есть. Если мы говорим об имущественном споре, то там, как мы сказали, в процентном соотношении. Если мы говорим о неимущественных спорах, то сумма государственной пошлины составляет 3 тысячи рублей. 4 тысячи рублей. И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, в судебной системе арбитражного суда. Были ли какие-то изменения за последние несколько лет? Изменения были. Их было достаточно много. Я коснусь, наверное, наиболее значимых для индивидуальных предпринимателей, в принципе, для судебной системы. Первое – это то, что немаловажным является. В случае, если протокол судебного заседания, либо само решение, не подписано судьей, либо вынесено без оглашения, то данное дело подлежит безусловной отмене. Вот это самое страшное слово для арбитражного суда – безусловный отмен. Далее, если мы говорим о сроках, то тут изменились сроки рассмотрения арбитражных дел. Если ранее они составляли 3 месяца, то срок увеличен до 6 месяцев. Если мы говорим о сложной категории дел, которые ранее рассматривались на протяжении 6 месяцев, то поправками в 2019 году срок увеличен до 9 месяцев. Следующее, что важно и всколыхнуло общество, представителями юридических лиц и участниками в деле могут быть только юристы, то есть те, кто получил в установленном порядке диплом юриста. И следующее еще тоже немаловажное, что срок замечания на протокол судебного заседания, если раньше у нас составлял 3 дня, то сейчас он превышен до 5 дней. Ну и вот такие вот наиболее важные, весомые, скажем так, изменения. Светлана, расскажите, пожалуйста, можно ли подать иск сразу в арбитражный суд, не соблюдая предсудебный порядок? Нет, это является прямым основанием для того, чтобы исковое заявление не было принято. Досудебный порядок регулирования вопроса прямо предусмотрен арбитражным кодексом Российской Федерации. В первую очередь необходимо направить претензию стороне, которая является будущим ответчиком, выждать определенное количество дней, которые составляют от 10 дней до 30, и в случае получения, не получения ответа, либо отрицательного ответа, тогда истец может подавать исковое заявление в арбитражный суд. Только при соблюдении судебного претензионного порядка обращения в суд. Ну и давайте уточним для наших зрителей, как правильно подать это заявление. Досудебный порядок регулирования, он подается обязательно в письменном виде, с использованием почтовых отправлений Почта России. Иной-другой порядок в нашем регионе, он, скажем так, более шаткий. Если мы говорим о досудебном порядке регулирования, то необходимо учитывать, что извещенная сторона считается тогда, когда она получила письмо на юридический адрес организации, либо индивидуального предпринимателя. В случае, если в локальных нормативных актах юридического лица прописан адрес, в том числе электронный адрес, то можно, безусловно, отправить на адрес электронной почты электронное письмо с подписью, заверенное подпись руководителя. Но в нашем регионе, хочу отметить, что данная практика, она очень маленькая, поэтому, дабы обезопасить себя, истец в будущее должен отправить с помощью почты с описью вложения. И к исковому заявлению, помимо самой претензии, необходимо приложить копию описи и чека об отправке ответчиков. В данном случае тогда считается лицо уведомленным, и порядок досудебный он уже будет соблюден. Мне кажется, мы достаточно подробно рассказали, разобрали тему вопроса про арбитражный суд. Напоминаю, дорогие телезрители, что у нас сегодня на ваши вопросы отвечала адвокат Светлана Байрамукова. А мы на этом с вами прощаемся. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»